Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Историей Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Денис сел на заднее сидение роскошного автомобиля и, откинувшись на спинку, кивнул водителю. «Домой, Сереж!» Парень улыбнулся и тронулся с места. По дороге Денис задремал. Сегодня был тяжелый день. С утра он подгонял строителей, ругался с поставщиками, разбирался с налоговой. Целый день, как белка в колесе. То одно, то другое. Хозяин фирмы, владелец, обегает, как курьер. Налаженный бизнес, солидные капиталы, а вынужден сам заниматься всем самыми незначительными проблемами. А все Костик виноват, его близкий друг и партнер. Ведь приспичило ему именно сейчас жениться, когда они выиграли важный тендер на строительство. И ушел в отпуск, бросив друга одного. Сидит сейчас, небось, со своей невестой, обсуждает свадебные хлопоты. Вдруг автомобиль не сильно подбросило, и Денис оторвался от своих размышлений. Остановились. Сергей негромко выругался и вышел из машины. Решив немного размяться и подышать свежим ночным воздухом, Денис вышел за ним следом. Внезапно его глазам предстала картина, которая заставила его сначала опешить, а потом расхохотаться во весь голос. Возле капота его автомобиля водитель Сергей безуспешно пытался поднять очень нетрезвого бродягу. Да что там нетрезвого? Бомжеватого вида мужичонка был пьян в дрова. Подойдя ближе, Денис с удивлением воскликнул. Ба, знакомые все лица. Петр Иванович, уважаемый вы ли это? Пьяный приоткрыл глаза и спросил. Денис? Денис, согласился мужчина. Тот самый Денис, который по вашей милости был на пять лет лишен свободы. Ни за что. Мужик как будто протрезвел. Он окинул мутным взглядом шикарный кроссовер, солидный дорогой костюм Дениса и пробормотал. А я смотрю, тебе отсидка только на пользу пошла. Но это как сказать, усмехнулся мужчина. Если не считать выброшенных из жизни лет, потерянную семью и клеймо уголовника, то да, несомненно повезло. А вы-то, товарищ капитан полиции, как докатились до жизни такой? Во время всего этого разговора водитель непонимающе переводил взгляд с одного на другого и не выдержав спросил. Денис Ильич, что с этим вам жар это делать? Выкинуть его или чё? Спасибо, Серёжа, мы, товарища бывшего капитана, пожалуй, возьмём с собой. Присаживайтесь, капитан, хочется мне с вами по душам побеседовать. Мужик и не сопротивлялся. Сел в автомобиль, и Денис прикрыл нос от сильного запаха перегара и давно немытого тела. Всю дорогу до дома Дениса оба мужчин молчали. Наконец автомобиль подъехал к дому, Сергей высадил пассажиров и попрощавшись уехал. Мужчины же прошли в дом, и Денис прошёл на кухню, нарезал нехитрую закуску и поставил на стол бутылку дорогого алкоголя. «Присаживайтесь, товарищ капитан», – насмешливо произнёс он, – «мне очень хочется с вами поговорить». Мужчина сел за стол, выпил и спросил. «Что?» Тогда выпускнику института молодому парню Денису было всего 24 года. Молодые ребята и девчонки отправились после защиты диплома на дачу к одному из друзей Дениса Кости. В самый разгар праздника один из парней предложил покататься на автомобилях на перегонке. Так как дело было за городом, на просёлочной дороге, никто из подвыпивших парней не подумал о безопасности. Денис хоть и опьянел больше других ребят, так как был в принципе непьющим, спросил друга Костю. «Слушай, мы же всё-таки выпили, вдруг чего случится?» На что вечно оптимистичный Костик беззаботно ответил. «Дэн, не переживай, всё под контролем. С нами сын капитана полиции, Олежка. Если возникнут проблемы, его папаша всё уладит». Но произошло всё немного не так, как задумывала молодёжь. Выехавшие на своих автомобилях парни, подогретые алкоголем, проехали на просёлочную дорогу и с криками стали обгонять друг друга и подначивать. Денис ехал на пассажирском сидении с Олегом, тем самым сыном капитана полиции. Непьющего парня в один из виражей стало тошнить, и разгорячённый Олег высадил Дениса. А дальше начался кошмар. События проходили мимо Дениса, словно в замедленном кино. Вот он слышит оглушающий грохот. Вот он видит, как мимо бегут друзья. И, наконец, к нему подходят мужчины в полицейской форме с капитанскими погонами и говорит фальшиво ласковым голосом. «Что же ты натворил, Денис? Лучше признайся, меньше дадут». Потом началось невообразимое. Дениса отвезли в отделение полиции. Начались бесконечные допросы. Пока он был в невменяемом состоянии, не давали парню ни отдыха, ни сна. Он ещё не совсем пришедший в себя, мало что помнил. И под натиском капитана во всём признался, толком и не понимая, в чём он, собственно, виноват. Оказалось, один из автомобилей сбил на просёлочной дороге девушку. Насмерть. И все доказательства были в пользу того, что не Олег сидел за рулём, а он. Ничего не помнишь, и Денис. «Как же ловко вы всё провернули, Пётр Иванович. Будь хотя я сто раз уверен в том, что не сидел за рулём с вбившей машины, всё равно для вас виновник происшествия уже был найден, ведь так? «А как бы вы поступили на моём месте?» Огрызнулся бывший капитан. Передо мной стоял выбор. «Мой сын или чужой парень?» Некоторое время они молчали, каждый думая о своём. Денис сравнивал бравого полицейского из своих воспоминаний с опустившимся бомжом, заросшим и грязным, сидевшим напротив него. «Не хочешь поделиться, как ты смог так подняться после тюрьмы?» С интересом спросил Пётр Иванович. «Да пожалуйста. Как вы помните, на суде мне дали пять лет лишения свободы. Из них я отсидел четыре. Выпустился по УДО за хорошее поведение. На свободе я стал совершеннейшим изгоем. Никто не брал меня, отсидевшего на приличную работу. Друзья отвернулись, не захотели продолжать дружбу с уголовником. Так я и скитался от одной шабашки до другой. Кушать-то хочется. Возможно, я бы начал пить, скатился на дно, как вы. Но на моё счастье встретил Костю, друга детства. Он уже владел раскрученным строительным бизнесом. Именно Костик и предложил мне место директора. Если вы помните, перед судом я как раз окончил институт. Прошу заметить диплом с отличием. Так я стал директором небольшой строительной компании. Благодаря моему управлению бизнес расширился и пошёл в гору. И Костик сделал меня совладельцем и партнёром. Вот так. Не получилось у вас испортить мне жизнь окончательно. Пётр Иванович горестно вздохнул. Было видно, что мужчине тяжело даются неприятные воспоминания. Теперь слово за вами. Обратился к нему Денис. Интересно мне стало, что же с вами произошло. История стара, как мир. Пока я был на коне, то есть у меня была работа, уважение, стабильный доход. Меня любила и жена, и сын. Я обеспечивал семью не совсем на доходы полицейского капитана. Сам понимаешь, возможности полиции выходят за рамки службы. Но всё, что я мог заработать, так сказать, не совсем законным путём, я подарил жене, чтобы не возникало лишних вопросов. После происшествия с сыном, ну вот и с тобой, на меня самого посыпались 33 несчастья. Видимо, где-то я перегнул палку. Кто-то где-то что-то сказал, написали несколько жалоб, раскритиковали в интернете. Мной вплотную занялась служба собственной безопасности. Начальство решило уволить меня по-тихому, по собственному желанию. Чтобы на весь состав беды не накликать. Я остался без работы. Это бы ещё ничего, но такой муж и папа мою семью не устраивал. Жена подала на развод, сын-гадёныш отвернулся. А из имущества мне ничего не принадлежало. Сам позаботился. Теперь снимаю комнату в коммуналке. От всех этих приключений мне стало плевать на всё. Больше ничего меня не интересовало. Временами не хотелось жить. Понемногу стал выпивать. Тоновилось легче. Жизнь снова наполнялась красками. Забывались обиды. Сначала по рюмочке перед сном, а потом по две. И вот я уже на самом дне. Спился одним словом. Иногда мне по старой памяти доверяют подработать грузчиком. Мне это необходимо. Тогда я снова могу напиться и забыться. А теперь меня выгнали и из комнаты в коммуналке. Платить нечем. Мужчина замолчал, подошёл к столу и, налив себе виски, залпом выпил. Он с вызовом посмотрел на собеседника. Надеюсь, ты удовлетворён. Возмездие свершилось. Да чему ж тут радоваться? Не согласился Денис. Я и не мечтал о месте. Моя жизнь после тюрьмы сложилась удачно. Я про вас и думать забыл. Вы лишь маленький винтик в огромном колесе правосудия. Не вы так другой. Денис взял трубку телефона и набрал номер. Алло, Игорь Васильевич. Насколько я помню, у вас большое фермерское хозяйство. А вам работники нужны? Прекрасно. Я к вам пришлю человека. Возьмите его на полный пансион, пожалуйста. Ну, то есть питанием и проживанием. Спасибо, я ваш должник. Да, и ещё кое-что. Человек работящий, но сильно пьющий. Вы уж проследите, чтоб ему не наливали. Вот спасибо, Игорь Васильевич. Завтра с утра ждите. Денис положил трубку и повернулся к Петру Ивановичу. Вы всё слышали? Сейчас вы примете ванну, я дам вам кое-что из своей одежды. И утром Сергей отвезёт вас на место вашей новой жизни и работы. Почему ты всё это для меня делаешь? Вдруг спросил бывший полицейский. Только тот, кто всё терял, может понять такого же. Мне не за что вас прощать. Но благодаря вам я научился ценить жизнь. Кто знает, если бы не тюрьма, был бы я сейчас так доволен своей судьбой. Наутро Сергей этапировал чистого, гладко выбритого и хорошо одетого Петра Ивановича на новое место жительства. За город. На большое приусадебное фермерское хозяйство. Где бывшему капитану полиции предстояло жить и работать бок о бок с теми, у кого он в своё время постоянно требовал показать регистрацию. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...